Здарова, чуваки. Несмотря на то, что там почти половина проголосовала за то, что нахрен нам не нужны эти все ответы на эти все вопросы. Но другая половина проголосовала, что нужны. И даже вопросов накидали. Соответственно, слушайте ответы. Погнали прям по порядку. Сейчас я только звук выключу. Вот такого. Так. Пробеги Милковского инструмента в описываемых условиях были бы занятны. Из сравнительно народного. А по станкам вроде в процессе нагромождения все проясняется спором. Вопрос не понял. Ну ладно. Основным Милковским, наверное, инструментом для меня являются дрель, шуруповерт и болгарка. Работают давно, хорошо, без каких-либо проблем. Все отлично. Единственный минус – это китайские батарейки. Ну, то есть, если берете не оригинал, а Китай, то он где-то года за три, наверное, за четыре сходит в ноль. А Милковские за это же время, ну, как бы, не ухудшаются. Имейте это в виду. Что еще? Ну, у меня так-то вообще куча этого Милковского инструмента, которое куплено, скажем так, под одну какую-то задачу или просто потому, что могу. Ну, условно, тот же самый заклепочник. Хорошая годная вещь, но очень нишевая. Я не думаю, что он прям кому-то действительно сильно нужен. Или там фрезер аккумуляторный. То есть, я его брал на шестнашку, чисто попробовать, как оно будет совместить токарную и фрезерную обработки. Ну, что, нормально. Работает. Работает, не трогай. Следующий вопрос. Где берешь отрезные кубитроны и тремовскую фибру фиолетовую? И почем? Когда у нас, кажется, что-то случилось. Сколько там? Полтора года назад уже, да? Два почти назад. Соответственно, я что-то очень сильно перепугался и скупил весь кубитрон, который был на директлоте. То есть, у меня сейчас его прям, ну, нормально. Надолго еще хватит. Почем это было? Ну, парни, ну, два года назад я хрен его помню. Честно говоря. Ну, в общем, вот. Поэтому абразивом вот этим вот 3Мовским я пока что обеспечен. У меня больше проблемы сейчас в камнях для шлиферов. То есть, хотелось бы приобрести тиролит австрийский. Но что-то... Кажется, что-то случилось. Поэтому шишку мне на воротник. Да, я же без воротника. Поэтому даже без шишки. Сорян. Так. О выборе не металлических станков. 3D или еще что притаилось ко времени. Именно не тематические штуки-дрюки. Вспоможение и ход мысли к... Ну, из не металлического у меня сейчас есть, соответственно, 3D принтер. Гоглицы по кейворду летающее пиво. И этот самый сканер... Как он называется-то? Углекислотный, короче. СО2. Ну, вроде бы и все. Ну, какие еще мысли? Честно говоря, даже и не знаю. Возможно, сейчас если будет... Ну, я надеюсь, что будет заказ от железнодорожников. Надо будет приобретать лазерный маркератор. Ну, это по металлу, правда. Ну, блин, у меня все об этом куда-то в эту сторону мысли идут. Потому, что там надо будет и маркировку на корпуса наносить. Ну, то есть, каждое изделие, чтобы имело свой, собственно, серийный номер. И поскольку я все-таки хочу избавиться от сквозных отверстий и, соответственно, свинчивания этого всего болтиками и гаечками, а перейти на приварной крепеж, соответственно, мне кажется, было бы удобно наносить этим маркировщиком разметку и по этой разметке потом просто шпилечки приваривать. Мне кажется, было бы здорово. А так больше... Ну, вообще, у меня была мысль когда-то приобрести швейную машинку. Потому, что время от времени возникает желание, грубо говоря, карман какой-нибудь прифигачить к спецухе. Но, честно говоря, я пренебрег этим всем. Потому, что... Да и хрен бы с ним. И без нее хорошо. Это же опять чему-то учиться надо. У меня времени на это нет. Следующий вопрос. Какой инструмент на Металлтеке применяется? Вот, видите, я только начал записывать видео. Уже кто-то пришел. Ну, пошли они в жопу. Я даже открывать не буду. На Металлтеке применяется фирма, режимы, отзыв, как работает. Ну, парни, у меня станку-то пока еще неделя, в лучшем случае. То есть, пока не готов какую-то статистику приводить. То есть, обычные пластинки, как на шешнашке, купленные на Алике, грубо говоря. Инструмент, в общем-то, оттуда же. Ну, единственное, что я не с Алика его заказывал, а прямо здесь покупал. Ну, потому, что мне надо быстро. Так, следующий вопрос. Плоскошлиф для самых маленьких. Начинающих. Чтобы там чисто ГБЦ шлифануть. Ого! Для маленьких. Шлифануть, подровнять. На что смотреть? Какие модели? Ну, давайте так. 3G71, 3G71M. Нестареющая классика. 3G3E711. Это вот, скажем так, станки в габаритах 630 длина. 320, что ли, ширина. И там порядка 400 миллиметров высота обработки. Это вот, ну, прям вот мастхэв. Меньше, наверное, великого смысла нету покупать. Потому, что тут надо иметь в что помимо самой, скажем так, обработки, вам еще надо закрепить деталь каким-то образом. И вот здесь как раз таки очень важны вот эти вот все расходы по всем осям. Ну, как-то так. Вот, кстати, еще рекомендую присмотреться на тот вот, как мы Сорокину купили. Это ОШ-203, что ли, или как-то так он называется. Он же 3Е710. Если я... Ну, я это все по памяти, поэтому могу ошибаться в циферках. Ну, короче, это более мелкие, более компактные станочки. То есть, вот этот вот ОШ-шарик, который у Сорокину купили, он примерно размером с мой ПШ-3540, но весь на гидравлике. Это классно. И вот я бы, честно говоря, свой ПШ на такой бы с огромным удовольствием поменял. Потому, что 3Г71, ну или там 711 шлифовку, мне заводить сейчас, наверное, смысла великого нету. Потому, что она довольно большая. Ну, а большой шлифер у меня уже есть. Вот. Следующий вопрос. Что можно и нужно дарить? Виш-лист. Парни, спасибо большое. Но, честно, я всегда очень... Как сказать-то... Ну, с одной стороны, стесняюсь принимать подарки. Потому, что, ну как... Ну, все кого знает. Ну, в общем, не надо ничего. Спасибо большое. Вот. Гораздо лучше, если вы каким-то, может быть, там... Ну, вот возникает какой-то вопрос, да, как сделать то и это, в чем я лично не понимаю, не разбираюсь. Вот если что-то подскажете, вот это будет гораздо более ценно, чем какие-то, ну, материальные подарки, скажем так. Но спасибо большое. То есть, ну, неловко мне принимать подарки у людей, да? Тем более, ну, когда мы лично даже не знакомы. Ну, как-то... Ну, реально неловко. Хотя я прекрасно понимаю, что обычно человек делает это от чистого сердца. Спасибо большое. Ну, как-то вот... Это мои внутренние личные там какие-то, скажем так, тараканы, да? Сорян. Следующий вопрос. Как докатился до жизни такой? Ну, очевидно, имеется в виду работа по металлу в мастерской. Ну, чуваки, на эту тему был отдельный же видос, там, где-то выше посмотреть. Ну, как бы одно и то же-то каждый раз перетирать тоже не очень интересно. Так. Значит, Олег пишет. Про Волгу интересно. Что именно туда свапаешь? Почему именно это? Я что-то пропустил, не понял, зачем переходник на колокол. Почему не засунуть в баржу сразу подруженный комплект ДВИК плюс АКПП? Так. Значит, сейчас в Волге стоит 405-й ЗМЗ. К этому 405-му ЗМЗ с помощью Вагифа мы собираемся приколхозить фордомат. Ну, фордовскую какую-то коробку. Я в них вообще не шарю, там какая в них маркировка, все такое. Что это дает? Это даст мне, во-первых, наличие паркинга, потому что сейчас у меня ручника нету. И на парковке время от времени у меня просто парковка там под углом. Не под таким, конечно. Под вот таким. На все три педали одновременно жать довольно сложно. Ручника нету. Поэтому иногда приходится прям, скажем так, за рулем находясь, подкидывать, открыв дверь, под колесо какой-нибудь бронек деревянный, чтобы там тачка не укатилась дальше нужного. А учитывая, что на парковке у нас в основном стоят достаточно недешевые ведра. Хотя сейчас все ведра недешевые. Ну, не хотелось бы, в общем, кого-то стукнуть. Тем более, в Волге ничего не будет, а там какой-нибудь китайский рейнджер-ровер его промнет, наверное, насквозь. Ну, в общем, вот. Плюс к этому будет, соответственно, четыре передачи. Вперед. Плюс одна назад. Четыре передачи это лучше, чем три. Потому что сейчас, ну, как бы движок может дать больше, да? Но коробка не позволяет. То есть, сейчас получается у меня скорость максимальная где-то там в районе 100-110. Но это уже красная зона тахометра. Не круто. Как бы движку совершенно нормально было бы эти же пусть 100. То есть, я не гонюсь за максимальной скоростью. Я, скорее, гонюсь за такими низкими оборотами. Мне больше нравятся такие вот дизельные, скажем так, обороты. То есть, мне бы хотелось, чтобы те же самые 100 км в час тачка давала где-то на, ну, там, может, полторы тысячи оборотов. Чтобы было там, может, 1600-1700. Ну, не так, чтобы там под три. И она, соответственно, воет. Ну, и просто мне надоело сцепление выжимать, вот эту вот ручку дергать туда-сюда. Ну, трэш какой-то. Не хочу. Так, почему не засунуть сразу подружный комплект? Двигатель плюс АКПП. По той причине, что я не знаю, как это легализовать, а ездить, ну, скажем так, на тотально нелегальной тачке, ну, вообще как-то не плющит. То есть, сейчас у меня, соответственно, во всех документах 405-й движок отмечен. А какая там коробка? Ну, ее же снаружи не видно. А оснований для того, чтобы ехать куда-то там на какой-то техосмотр, ну, тоже вроде нету. Потому что машина исправная, свет горит, тормоза тормозят. Ну, вот я же затормозил, да, товарищ инспектор перед вами. Ну, как бы вот и все. Двигатель что-то там работает. Хотя, конечно, вот учитывая, что сейчас вроде как начали на Горьковском автохламозаводе производить опять эту 5-литровую вывозьку карбюраторную, вполне вероятно, что через какое-то время я захочу, скажем так, аутентичный звук-бу-бу-бу поставить. И у нас все начнется заново. Вагит, готовься. Так. Следующий вопрос. Если я вдруг решу стать сварщиком, с чего правильнее начинать обучение? Сейчас опыта ноль. Как выйти на крепкий средний уровень? Блин, хороший вопрос. Это примерно, ну, на неделю ответа. Правильнее всего купить нормальную маску. Не вот это вот говно с копченым стеклышком из Ашана, а нормальную маску. Не знаю, сколько они сейчас стоят. В общем, я всем рекомендую что-нибудь типа Fubac Optima 513. Я не знаю, сколько они сейчас стоят. Раньше она стоила в районе 150 баксов. Сколько сейчас, неизвестно. У нее достаточно широкий диапазон затемнения. То есть, от 5 до 13, соответственно, очков. Время срабатывания... Парни, я по памяти могу немножко ошибаться. Не обессудьте. Время срабатывания, если я правильно помню, 1 десятитысячная секунда, 4 фотоэлемента или даже 6 на каких-то там версиях. В общем, масочка такая достаточно годная. Такая была у Юрца. Ну, пока мы здесь с Юрой вместе, скажем так, тусовали. Такую же маску подарили мне. А я, соответственно, ее передарил отцу. Ну, в общем, вполне себе годная. Большое достаточно поле зрения. Ну, а что еще от нее хотеть? То есть, сразу там закидывать сотни нефти и покупать там какой-нибудь 3М Speedglass 9100FXXR. Ну, это что-то чересчур. Когда заработаете на это, тогда, конечно, да. А так смысла великого нет. Дальше. Аппарат. Опять же, я бы не рекомендовал покупать Ашан-сварку. А, вот тут, кстати, Максим. Вопрос от Максима. Он не пишет сварщикам, чего он хочет стать. То есть, если это газосварщик, то это одно. Если сварщик там оградок электродом, это другое. Я сейчас говорю про ТИГ и МИГ. Значит, соответственно, Ашан-сварка я бы не рекомендовал брать, потому что, ну, говнястенькая. Хотя я начинал именно с такой. Тут уж что делать. Есть достаточно неплохие аппараты, насколько я понял. Опять же, я. У меня его нету. Мне за это не платят. Но если вы задали вопрос, то я на него отвечаю. Аврора. Как-то там он называется. Оверман или Паверман. Или что-то вот какой-то там Зильберман. 200 или 250. Синий такой аппарат. Раньше он стоил в районе 35 тысяч. Сколько стоит сейчас, понятия не имею. В общем, достаточно хороший аппарат. Без всяких лишних наворотов. У меня FUBUG... FUBUG... Что-то там... SYNC 200 LCD или как-то так. Ну, я не знаю. Я его купил просто потому, что у него есть трогательный экранчик. И там прям крутилочка, а там циферки такие. Не-не-не-не-не. Это забавно. Хотя, в принципе, режим синергии мне нафиг не уперся. Я им не пользуюсь. Я вручную настраиваю. Ну, как-то так. В общем, маска. Это вот прям основа. Без маски. Вернее, с хреновой маской. Даже в самом замечательном аппарате варить получится очень плохо. И второе – это аппарат. Если аппарат говно, то как ни старайся, получится говно на выходе. То есть, ну, вот у меня вроде как... Ну, ладно, не эталонный, но вполне такой нормальный живой шок получается. Если попробовать... Ну, вот, допустим, я терпеть не могу что-то там у отца в деревне варить. Потому что мне не нравится его аппарат. Ну, это ашан-сварка. И это говно. Вот. Я избегаю этой фигни. Ну, и самое главное. Как выйти на крепкий-средний уровень? На крепкий-средний уровень можно выйти только лишь сварив километр шва. Других вариантов тупо нет. То есть, это исключительно только лишь практика. Ну, и, конечно, теория. То есть, у меня лично сначала идет практика обычно. Потом я чувствую, что я где-то уперся. Начинаю пытаться подтянуть теорию по этому вопросу. И вот оно вот так вот ступенечками идет вверх. Теория-практика. Теория-практика. Типа того. Так. Следующий вопрос. Раз шоп-тур. Логика внутренней логистики. Быть может, на момент все стоит не идеально. Но как именно в текущем видится? Очевидно, вопрос про какое-то будущее. Сейчас у меня из не идеального. Ну, то есть, скажем так, механичка и шлифовка. Шлифовка. Там все, в общем-то, достаточно нормально, логично, привычно. И мне нравится. В слесарке мне не нравится, что там стоит ЧПУ. Ну, потому что... Ну, потому что. Не делает, конечно. И вот здесь вот на втором этаже. Ну, это вы увидите в шоп-туре. Соответственно, тут сейчас такие хлипенькие обычные офисные, скажем так, столы. Надо сюда все-таки сделать нормальный на металлическом основании, на который можно будет ставить уже поверочные плиты. Ну, и, соответственно, проводить какие-то измерения по-человечески. Ну, вот это вот все. Как-то так. А в целом, ну, парни, смотрите, значит, есть возможность малярку, которая вот за стенкой, ну, я про нее уже неоднократно говорил, соответственно, переформатировать из малярки в что-то другое. Но для того, чтобы это делать, во-первых, нужно, ну, как я так себе вижу, оцениваю, где-то полляма денег. Во-вторых, ну, пару месяцев работы. На это тоже деньги. И самое главное, ну, а чтобы что? То есть, сейчас просто разбомбить печку, которая там есть, ну, все вот это вот дело, да, вынести оттуда. Ну, можно. Окей. И что? Триумфально закатить один ЧПУ-ку одну и вот там, сколько, 120, что ли, или 130 квадратов и бегать вокруг одного станка там? Ну, так себе. То есть, вот, я так думаю, что когда, я надеюсь, что, может быть, к концу следующего года, может быть, там, через год, когда буду уже подходить к вопросу приобретения фрезерного ЧПУ, вот тогда, возможно, уже будет идти речь о занятии малярки уже полностью под свои нужды. Но малярку при этом надо будет все равно какую-то соорудить. Возможно, надо будет просто купить камеру полимеризации. Ну, не такую большую. Там сейчас 6-метровая стоит. Это еще от предыдущих, скажем так, задач осталось. Вот. Ну, какую-нибудь там поменьше, типа, я не знаю, может быть, метра два с половиной на метр, на два. Вот какой-то такой шкаф. Посмотрим, на что денег хватит. Ну, в принципе, как бы, двигаемся в ту сторону. Двигаемся в сторону расширения, пацаны. Тут другого варианта нет. Ладно. Так, следующий вопрос. Как один человек успевает делать работу пятерых, еще подбухивать, при этом и книжки читать? Ну, как? Не знаю. Смешно суетишься, бегаешь вот так вот кругами. Ну, а что, включил один станок на автоподачу, там, эрозия, она, у нее длинный процесс, она сама там что-то пилит, целый день пилит. ЧПУха. Ну, когда серия, ну, пока не было серий, да, но когда серия, настроил ее один раз, ну, и там, типа, время от времени подходишь к ней, просто там подкидываешь новый, как он называется-то, ну, материал, короче, заготовку. А так она тоже сама пилит. Зуборез. Ну, у него цикл, там, где-то минут 20, наверное, проход. Ну, если не торопиться особо. Ну, и, соответственно, вот, то есть, как-то так. Пока одно что-то работает, подошел, на другом работаешь. Ну, и я, естественно, стараюсь так делать, что, допустим, там, эрозия работает, можно на шлифере рядом постоять. На шлифере стоишь, допустим, там, на круглом, заодно можно там что-то на плоскошлиф есть, тоже кинуть. То есть, ну, за двумя станками, которые рядом стоят, следить не особо сложно. Ну, во всяком случае, пока они подходят к, скажем так, ну, делают черновые съемы. Конечно, когда там к часовым размерам подходят, там уже второй станок, допустим, там, гасишь, там, на паузу ставишь, и все там четенько меряешь. Ну, как-то так. А подвухиваю я обычно вечером, и книжки тогда же читаю. Потому что на работе пить не. Не потому что, там, мама заругает, или там еще что-то, а потому что, скажем так, вот я по себе заметил, что даже кружка пива, казалось бы, мелочь, ну, на мои, там, 92 килограмма, кружка пива вообще ни о чем, да? Но, тем не менее, даже одна кружка пива снижает мою работоспособность почти в половину. Ну, и, как бы, зачем мне это надо? Я же на работу прихожу работать, и деньги зарабатывать. А бухать можно и дома, там, и, не знаю, там, выходные, все такое. Так. Второе. Почему у вас сотрудник в фуфейке и валенках, хотя должен быть в футболке в тепле? Достаточно просто это объясняется. Там, сейчас, в шлифовальном цеху, что-то там в районе 18 градусов. То есть, если ты двигаешься хоть чуть-чуть, то тебе норм тепло. Но работа на оптическом профиле шлифовальном, она исключительно сидячая. Причем ты даже руками особо не двигаешь. То есть, у тебя все движения, это, там, какие-то, там, 5 сантиметров туда-сюда. То есть, ну, тупо холодно. И, опять же, поскольку там, ну, собственно, везде пол бетонный и, собственно, лежит на земле прямо, то, соответственно, от пола достаточно холодно. Ну, собственно, от этого и валенки. Вот. Так. Сложно ли было основать промышленную империю? Это следующий вопрос. Задал его Сергей. Сергей, я понятия не имею. Это лучше уточнить у Уолтера Крайслера, у Георга Вестенгауза, у Генри Форда. Ну, вот у этих пацанов. Я тут вообще ни при чем. Даже не то, чтобы близко не стояло. Даже в ту страну даже не заезжал. Не, ну окей. В Штаты я заезжал, конечно. Ну, окей. Ладно. Я даже в Питтбурге проживал какое-то время, где, собственно, Георг Вестенгауз жил, творил. И вот это вот все. Но, тем не менее, это вопрос ни ко мне. Не знаю. Так. Где правильный и недорогой расходный инструмент и прочие расходники брать? Какие прям порадовали? Так что аж рекомендуешь? Блин. Расходка к чему хоть? К болгарке одно, к шлиферу другое, к токарнику третье. Парни, ну, скажем так. Что-то это Алик, что-то это банальная Авито, что-то Директ Лот. То есть, смотришь, где еще как. Последнее время вот на этом самом, на маркетплейсах всяких там, ну, типа, окей, ладно. Я пользуюсь Яндекс.Маркетом, потому что озон какой-то мудацкий. Вайлдберрис, я его не понимаю. И там, по-моему, прошмотки в основном. Что там еще есть-то? Ну, в общем, я пользуюсь вот Яндекс.Маркетом. Заказал. На следующий день пришло. Причем у нас этот постамат находится прямо внутри гастронома. Поэтому я, когда вечером иду с парковки и захожу за пивом, заодно можно забрать приехавшие штучечки. Так. Следующий вопрос. Какие ЧП происходили, связанные с нарушением техники безопасности? С нарушением техники безопасности не происходило, к счастью, пока происходило из-за внутренней врожденной глупости. Дело в том, что я, когда был маленький еще совсем, ну, вот такой примерно, у меня батюшка меня вывез гулять и зачитался газетой, ну, пусть назовем ее Спорт Экспресс. Или там, как оно называется? Спид Инфо. Или что там еще было в 81-м году, я не знаю. Короче, и получилось так, что я выпал головой вниз из коляски. С тех пор я такой. Но это я к тому, что больше всего вредит глупость. И... Ну, да, глупость. Вот, видите, да? Вот. На этой руке пальцы вот так. А вот на... Блин, как бы это вам ее показать? А на этой руке вот этот палец вот такой. Это я его... Потому что на Алиэкспрессе купил, его на почте помяли. Хорошо, на самом деле, что обделался только пальцем и не зацепил никого из других людей. Но это вот прям напоминание о собственной глупости. Стараюсь избегать этого. А насчет техники безопасности я довольно осмотрительно и осторожно всегда использую станки и оборудование. Ну, несу руки туда. И самое главное, на мой взгляд, это... Ну, быть внимательным и именно смотреть на то, что ты делаешь. То есть, вот как... Ну, я не знаю, у кого как. Вот, допустим, на машине я когда еду, особенно по знакомому маршруту, получается так, что ты, ну, вроде как, ты выехал из дома, и тебе надо на работу. И ты уже только на работе понимаешь, что, о, блин, а я же приехал, а как я ехал, а я не помню даже. То есть, ты едешь там о чем-то своем, думаешь, а туловище, оно само как бы рулит, да, там, глазки что-то смотрят, мозги что-то соображают где-то в фоновом режиме. Вот этого всего желательно, конечно, избегать и вдумчиво в каждый момент времени смотреть на то, что ты делаешь. Иначе получатся вавки, ампуташки, и хирургик будет при работе. Так, Рустам спрашивает, обязательно расскажи, сколько у тебя часов в сутки. В сутках. Ну, сколько там обычно дают? 24, что ли? Ну, вот у меня столько. И следующий вопрос. Вообще, было бы очень любопытно послушать про распределение времени на работу, отдых от работы, семью и прочее всякое. Ну, как сказать-то, наверное, особо и даже нечего сказать. Я стараюсь, ну, как минимум один день в неделю, там, в воскресенье, допустим, все-таки не работать, хотя это не всегда получается, и проводить этот день с семьей. Ну, и вечером я стараюсь обычно не задерживаться сильно после часов полвосьмого-восьми. Хотя обычно только к полдевятому домой приползаю, хотя тут ехать-то понты. Ну, в общем, как-то так. То есть, здесь, в мастерской, я провожу подавляющее количество часов в сутках. А дома, соответственно, пришел, стаканище накатил, книжки почитал, ютубчик посмотрел. Ну, собственно, и все. На самом деле, поскольку у остальных-то домашних тоже куча всяких дел. Ну, дети учатся, жена там тоже учится, работает. В общем, особо и некогда там что-то там общаться как-то сильно. Поэтому праздники только если какие-то там семейные. Ну, типа сейчас Новый год будет. Отпуск. Ну, вот какие-то выходные. Как-то так. Что, все. На этом ваши вопросы закончили. Сейчас момент посмотрю. Ну, да. Все. К тому же, вон, начали показывать еду всякую. Давайте, парни, что, с наступающим Новым годом у вас. Я так полагаю и надеюсь, что и сегодня еще какие-то будут веселые картинки. И, возможно, завтра. Возможно, и послезавтра. Пока непонятно. Ну, в любом случае, вас с наступающим. Всего самого наилучшего. Здоровья. Добра. Мира. Это, кстати, капец важно, как оказалось. Ну, вот уж, блин, не подумал бы. Но, тем не менее. Мира желаю вам. Да. Ну, и чтобы ваши мечты какие-то, надежды, да. Чтобы они исполнялись все-таки. Ну, не так, чтобы сами собой фигак и свалилась счастьица на голову. А все-таки, ну, чтобы какие-то... Приходилось предпринимать действия. Чтобы можно было потом записать вот это достижение на свой счет. А не просто, что оно просто сверху упало. В общем, всего самого наилучшего. Пока-пока.